25% дорог в Карагандинской области находятся в плачевном состоянии. На очередном аппаратном совещании Акимата области под председательством главы региона Ерлана Кушанова рассмотрели проблемы автомобильных дорог и дорожных знаков. 25% дорог в Карагандинской области находятся в неудовлетворительном состоянии. На ремонт по области было выделено 270 миллионов тенге. Власти заявили, что этого мало и хватит лишь на ямочный ремонт. На эти деньги подрядные фирмы должны будут отремонтировать 85 тысяч квадратных метров. В областном центре ямочным ремонтом будет охвачено 43 тысячи квадратных метров на сумму 150 миллионов тенге. На, получается, ремонт, ямочный ремонт дорог, на текущий ремонт, у нас выделяются не такие большие средства. По республиканским дорогам это 460 миллионов тенге на 142 тысячи квадратных метров. По областным это 85 тысяч квадратных метров, 270 миллионов тенге. По городу Караганде 43 тысячи квадратных метров, 150 миллионов тенге. И вот эти работы, они уже производят с 1 мая и должны, получается, на текущей неделе их должны завершить все. В плачевном состоянии находятся в основном дороги в малых населенных пунктах, расположенных вблизи крупных промышленных предприятий, таких как Казахмыс и Алайгар. Большегрузная техника с каждым разом все сильнее разбивает подъездные пути к поселкам. Акимобласть распорядился о проведении ремонтных работ за счет этих предприятий. Но этого, по мнению Ерлана Жакановича, мало. Нужно, чтобы промышленные предприятия также занимались содержанием дорог. Это вот корпорация Казахмыс, фирма Кармыс, Алайгар. Они все дороги там разбили практически, по которым они возят свои концентраты, руду. Сейчас мы их заставляем. Я направил туда транспортную инспекцию. Вот местная полиция. Они порядок уже наводят. Эти предприятия, компании, они уже начали ремонтировать эти дороги. Мы столько денег бюджетно потратили, чтобы содержать эти дороги. Они за один год разбили все. В ходе аппаратного совещания также шла речь о необходимости обновления дорожных знаков. На минувшей неделе было несколько ДТП со смертельным исходом. Глава области поручил всем акимам городов и местной полицейской службе провести ревизию дорожных знаков. На прошлой неделе в Караганде погиб 9-летний ребенок. И в средствах массовой информации пишут о том, что на данном участке нет зебры, не было. Я не знаю, так или нет. Разбирается ДВД? Нет, там пешеходный переход был. Именно ДТП был на пешеходном переходе, переходил елочка. Мне докладывалось, что пешеходный переход установлен только с одной стороны дороги. И скрыт ветками деревьев. На прошлой неделе по улице Штурманская погиб 9-летний ребенок. На участке, где произошла авария, отсутствовал один из знаков пешеходного перехода, а другой был скрыт ветками. Руководитель отдела коммунального хозяйства Шалпан Жусупова прокомментировала эту ситуацию. А этот участок был в связи с тем, что попадает под стол дорог под средний ремонт. Соответственно, разметка планировалась нанести только после проведения среднего ремонта. Когда мы двигаемся по космонавту в сторону старого аэропорта, по Штурманской, по правой стороне, то она больше похожа, как на сквер. Поэтому мы пересогласовали парком, поскольку эта зона у нас не была в содержании, и взяли ее в содержание парков. Парки вышли тоже в субботу и уже начали там подрезку деревьев. Соответственно, полностью вырезка порослей. Оно будет просвечиваться и уже будет как бы видно. Андрей Тен, Ажара Гибаева, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.